В чемпионате района по мини-футболу вечером в среду состоялись матчи 13-го тура. Под куполом Суходольского спорткомплекса сошлись команды, которые сейчас находятся в нижней части турнирной таблицы. Ветеран и Инвест. Предсказать исход поединка было чрезвычайно сложно. Дело в том, что в первом круге победу отпраздновал Ветеран. Но сейчас состав заметно сильнее у Инвеста. Да, конечно, коллектив в желтых манишках не выигрывал в этом сезоне еще ни разу и даже очков не набирал, но за команду выступают такие личности, как Илья Лебакин, Сергей Бамбуров, Денис Чиннов. Плюс к этому отлично играет Роман Торшин. Так что Инвеста уже не тот, что прежде. Эта команда способна выступать с позиции силы, что, собственно, в первом тайме и доказала. Едва стартовал матч, как Инвестовцы взяли мяч под контроль и вскоре Сергей Бамбуров открывает счет. Он пробил Сергея Содомова, который в этот вечер занимал место на последнем рубеже у Ветерана. К чести команды в синей форме ветераны голову не опустили, а настойчиво искали пути к владениям Ильи Лебакина. Они их нашли благодаря точному удару в исполнении Алексея Александрова. Тем не менее, счет равным держался недолго. Сергей Бамбуров и Александр Ловков довели преимущество команды до двух мячей. Инвест повел 3-1. За несколько минут до перерыва Александров снова оказался точен, а затем точку в первом тайме поставил Бамбуров. Команды ушли на перерыв при счете 4-2 в пользу Инвеста. Неделю назад Инвест уже выигрывал у СГТ с таким же результатом по ходу матча, но в итоге проиграл, пропустив 13 мячей. Данная встреча также показала, что у Аутсайдера пока не все в порядке во второй половине матча. После отдыха Ветеран заиграл напористо и Алексей Александров оформил хет-трик, а заодно сократил отставание до минимума. Напряжение нарастало, у игроков Инвеста все чаще атаки захлебывались на подступах к воротам соперника, а вот Ветерана атаковали все опаснее. За несколько минут до финального свистка игрокам в синей форме удалось разыграть стандартное положение и Евгений Кузнецов, получив пас от партнера, отправил мяч в неприкрытый Лебакином угол. 4-4. Игроки Инвеста бросились забивать, но оборона опытной команды действовала грамотно. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат, который оставил у футболистов Инвеста двоякое чувство. С одной стороны, команда набрала первое очко за два года выступления в чемпионате района, с другой стороны, вторую неделю подряд победа у синих медведей попросту уплывает из-под носа. Еще в одном матче игрового дня Газпром оказался сильнее СГТ. 8-3. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала, Радуга-3.